Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры! На библейском портале экзегет мы начинаем рассматривать второе соборное послание апостола Петра. Оно немножко покороче, чем первое послание. Оно отличается таким же достаточно высоким литературным стилем, насыщенное очень глубокими богословскими мыслями. Возможно, тоже Петр писал это послание через своего секретаря, может быть, того же Силуана, который упомянут в конце первого соборного послания. И вот мы начинаем читать первую главу. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равнодрагоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Вначале апостол Петр обозначает самого себя, кто пишет послание и затем, к кому он обращается. Кто пишет? Он упоминает свое имя первоначальное, данное родителями, Симон, так его знали другие рыбаки по Галилейскому морю. Но тут же он упоминает свое новое имя Петр, то есть камень, камень веры, как образ твердости веры во Христа. Петр, он сам первый исповедал Спасителя Сыном Божиим, Сыном Благословенного. И Спаситель сказал, что вот ты, Петр, на этом камне, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И вот он не стыдится, он говорит, я раб и апостол Иисуса Христа. Вот часто люди как-то смущаются, когда слышат упоминание раб Божий. Но дело все в том, что если ты не вместе с Господом, а Господь кто? Он царь всего мироздания, он владыка всего мира. Поэтому, конечно же, мы можем либо быть служителями Божьими, либо мы отпадаем от этого служения, и переставая, так сказать, быть вместе с Господом, мы непременно подпадаем в рабство каким-то своим собственным, прежде всего, грехам, а через это и в рабство дьявола. Поэтому либо ты раб Божий, либо ты раб дьявола. И третьего уже не дано. И вот Петр еще говорит, и апостол Иисуса Христа обращается к кому? Принявшим с нами равнодрагоценную веру. Вот эта вот вера, вера во Христа воскресшего, который пострадал за нас, за грехи, который нам в вечную жизнь, это действительно самая величайшая драгоценность. И Петр дальше уже преподносит благословение, говорит так, «Благодать и мир вам доумножатся в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего». То есть, чем больше мы познаем и стараемся познавать Господа, тем большую благодать человек обретает. «Чем больше ты углубляешься в познание истин духовных, тем более просветляется твой внутренний мир». Вот вспоминается из Лавры, Свято-Троицкой Сергею Лавры, один старец, отец Иосии, Евсинок. Это после Второй мировой войны, вот один из вернувшихся лаврских старцев, когда обитель возрождена была. То он говорил так, что вот он, вот как-то его спросили, как он воспринимает Евангелие. Он говорит, что «я уже Евангелие читаю ежедневно 70 лет, и вот сколько не читаю, я все время обретаю что-то новое». А вот настолько живо было его восприятие, что он воспринимал как живое Слово Божие, и каждый раз что-то почерпывал в себе. То есть, не как какой-то там давно устаревший текст, который ему не нужен, а что-то очень живое, то, что просветляло его, и на нем как раз исполняются вот эти слова Петра, что он в познании через Евангелие, конечно, Бога Христа Иисуса, в нем умножалась благодать Божия и мир. И он действительно отличался таким удивительно благодатным характером, миром души. И таких вот старцев на самом деле у нас очень и очень много. Итак, апостол Петр дальше уже излагает, собственно, содержание своего послания, и он пишет следующее. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». Вот именно от Бога все дается человеку и для жизни, то есть и для жизни естественной, без Бога никто бы из нас не смог появиться, но и для жизни духовной, для того, чтобы себя проявить как-то добрее. В общем, если ты не обращаешься к Богу, то очень быстро ты внутренне оскудеешь, очень быстро ты остынешь, и даже самые твои добрые какие-то внутренние устремления, они угаснут и будут тлеть просто как какой-то там угасший лен. И вот Петр, апостол, он немножко здесь пишет вот таким, вот в этих стихах таким высокопарным словом, ну, все равно прочитаем сразу, «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». То есть есть Тот, Кто призвал нас к духовному возрождению, это Бог, и Он действительно призывает славою и благостью, это то, что характеризует благодать Божию, «которыми», то есть вот этой славой и благостью, «дарованы нам великие и драгоценные обетования». А что за обетования? Обетования о жизни вечной. «Дабы вы через них, через эти обетования, соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти». Вот это слова уже ключевые. «Дабы вы через них, через вот эти обетования». В Евангелии нам дается удивительное обетование, чтобы фактически наследовать жизнь небесную. И через эти обетования мы во Христе становимся причастниками божеского естества. То есть вот эти слова напрямую говорят о сокровенной тайне христианства, потому что христианская жизнь, если ее действительно проводить искренне, чисто, согласно заповедями христовыми, она возводит к обожению, то есть к теснейшему единению с Господом. И прежде всего вот это обожение, оно явлено было в самом Господе Иисусе Христе, потому что в нем человеческая природа, человеческая природа ограниченная, смертная, тленная, соединилась с божественной природой, нетленной, вечной, бессмертной, всемогущей, всепремудрой, всеблагой. И само человеческое естество во Христе просияло божественно его славой. Не всегда Господь показывал эту славу, но в этой главе как раз будет об этом речь. И этот дар обожения Христос обращает и приносит всем людям. Вот если ты искренне приобщаешься к Христу, то ты тоже становишься на путь обожения. И, собственно говоря, вот вся духовная жизнь, и прежде всего причащение святых тайн христовых, они для того даются, чтобы мы тоже стали причастниками Божьими, причастниками Христовыми, и по благодати Христовой приобщились к Богу. Но достичь этого, как апостол Петр говорит, достичь этого возможно только удалившись от господствующего в мире растления похоти. То есть тут такое противопоставление, что да, есть Христос как свет, который пришел в мир, но есть и вот эта тьма, вот это растление похотью. И, собственно говоря, весь мир, он в чем утопает? Он утопает в удовольствиях плоти, в плотских пожеланиях, в плотских наслаждениях, в самых греховных и низменных устремлениях. И как ты можешь сподобиться причастия Божественному Свету, если ты будешь утопать в плотских вот этих пороках? Поэтому достичь приобщения Бога можно лишь удалившись от господствующего в мире растления похотью. Вот это такая главная центральная мысль в первой главе. И апостол Петр, отталкиваясь вот от этого призвания христиан, вот посмотрите, к чему вы призваны, то вы, прилагая к сему все старание, покажите вере вашей добродетель. В добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпение – благочестие, в благочестие – братолюбие, в братолюбие – любовь. То есть апостол Петр выстраивает такую лестницу духовного восхождения к Богу, и поначалу вроде непонятно, как одно с другим взаимосвязано. Много можно найти объяснений, толкований, но в целом, смотрите, начинается с веры, оканчивается любовью. То есть должно именно так, что вера как открытое сердце, открытое небо, открытое Богу. А любовь – это уже Божий дар, который как такой вот духовный итог пути, как благодать Божия. Когда действительно благодать Божия касается души, то такая душа, она исполняется любовью ко всем, и к Богу, и к ближним, и к врагам. Ко всем исполняется любовью, потому что в ней самое главное сокровище – это сам Господь в ней пребывает. Но духовная жизнь – это именно восхождение. Восхождение предполагает ступеньки, некую лестницу или лествицу, как у преподобного Иоанна Лествичника. И что здесь? Прежде всего вера, да? А в вере вашей покажите добродетель. Почему так? Ну, очень просто. Почему? Потому что бывает, что люди, они говорят, что, ну, я вот верю в Бога, и вера у меня где-то там вот глубоко в душе, так глубоко, что уже даже не разглядишь, есть ли там веры или нет ее. Вот они говорят, что у них Бог в душе, и все вроде в душе, а внешне никак это не выражается, и жизнь человека, оказывается, она как бы вне вот той веры, ну, которая, может быть, действительно, ее отголоски, эта вера есть внутри где-то человека, но если ты внешне это не выражаешь, значит, жизнь твоя, как человека, она и не является выражением твоей веры. Вот, собственно, и все. Поэтому вера, она должна выражаться в чем? В добродетели. В добродетели много смирения, кротость, терпение, любовь, целомудрие, воздержание, много добродетелей. Вот вера, если это действительно вера в Бога, это как вот зеркало, обращенное к солнцу, да, то есть сердце, обращенное к Богу, и в нем тоже должно сиять что-то Божие, как вот в таком зеркале сияет свет солнца. И все добродетели, кстати, это отражение именно тоже чего-то Божьего, и смирение, и любовь, и воздержание в том числе, потому что в Боге нет никакого потребительства. Это дьявол придумал всякие плотские страсти, и блуд, и все что угодно, и злую корысть, а в Боге смирение, в Боге терпение, в Боге кротость, тишина, мир. Вот в вере нашей надо показать добродетель. Но бывает так, что человек хочет достичь какой-то добродетели, и неразумно так увлекается каким-то внешним или даже внутренним деланием, что в этом уже нет рассудительности. То есть вот получается так, что одни у них Бог в душе, и они никак этого не проявляют, а другие, наоборот, им сказали Богу молиться, и они готовы лоб себе разбить. А в добродетели надо показать рассудительность. То есть не должно быть никакого безрассудства, что ты берешь на себя тысячу каких-то подвигов, класть столько поклонов, забыв о ближних, или загрузить себя молитвенными правилами и уже не помогать своим ближним, даже просто навести уборку в квартире или помыть посуду. То есть в добродетели покажите рассудительность. А в рассудительности воздержание. Потому что рассудительный человек, он будет воздержан. Он не будет лишнего слова произносить, но он не будет и молчать. То есть он произнесет какие-то нужные слова, когда это требуется, но именно такие, чтобы не ранить человека, а поддержать его. То есть воздержание в словах, воздержание в своем поведении, воздержание в мыслях, во вкушении пищи. То есть добродетель, рассудительность, а рассудительность она воздержает. Но воздержание без чего невозможно? Без терпения. В воздержании покажите терпение. В терпении благочестие. Вот все это через терпение и приводит к благочестию. То есть человек становится благочестивым Не потому, что он просто внешне сыграл роль какого-то христианина, усвоил там какую-то привычку креститься направо-налево, произносить благочестивые слова, а потому, что он научился терпеть, не срываться, не злословить, не осуждать. Он научился прощать, потому что, опять-таки, терпение. И в терпении он показывает благочестие, подлинное, нелицемерное благочестие. А когда ты дошел до этого уровня, то в чем выражается? В благочестие – братолюбие. То есть ты любишь тех, кто непосредственно рядом с тобой, то есть твои ближние, и относишься к другому как к брату. Обычно мы как? Мы ищем, за что бы уколоть другого человека, как бы его поддеть. Мы как бы выискиваем его несовершенство, чтобы это дало нам повод обругать его, осуждить, превознестись. Благочестие должно выражаться в братолюбии. А затем уже, как самая высокая степень, любовь. То есть не просто к братьям, ближним, а любовь вообще ко всем. Прежде всего к Богу, затем к ближним, затем к врагам, вообще ко всему. К творению Божьему, к природе, к растениям, к животным, к окружающим миру, к земле, чтобы не сорить, ничего не бросать вокруг себя. То есть любовь, она обымает все, если она действительно присутствует в сердце. А христианин, по большому счету, это и есть прежде всего служитель любви, ну, любовь в смысле, как главного имени Божия. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. То есть, чтобы познать Спасителя, нужна какая-то деятельность, нужна духовная активность. И поэтому предлагается вот эта вот лестница, по которой нам стоит идти, подниматься. «А в ком нет сего, тот слеп закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». То есть, если ты вот самоуверен, если ты думаешь, что и так все нормально, что не нужно очищать какие-то свои грехи, то ты просто слеп и не видишь своих грехов. Что ты можешь быть на самом деле раздражительной потому, что ты самолюбив и легко оскорбляешься. А оскорбляешься из-за чего? Из-за того, что ищешь себе чести, из-за того, что свое достоинство возводишь просто вот к небесам. И поэтому легко терпишь, легко подпадаешь под какие-то обиды, оскорбляешься, и из-за этого начинаешь сам оскорблять других. То есть, вот ты не видишь этого, ты слеп и забыл об очищении грехов своих, которые и не видишь. И вот задача духовная, говорят святые отцы и святители Игнатии, чтобы увидеть свои грехи. Кто их увидит, тот их очищает. И в этом тоже помощь в нашем духовном восхождении по этой лестнице. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание». Вот как интересно, звание и избрание. Спаситель говорил, помните притчу о том, что много званых, но избранных их мало, очень мало. Так вот, христиане, да, они званные, но они должны быть и избранными. Поэтому старайтесь сделать более твердым ваше звание, то, что Господь вас призвал как христиан. Но также и избрание, чтобы вы не просто были христианами, которые внешне принадлежат церкви, но чтобы вы были чадами Царства Божия, а не так, что пожил земную жизнь и потом отправился в ад. Здесь вроде бы ходил в храм, а там навеки в огонь гиенский. То есть вот нужно утверждать христианское звание и избрание. «Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Таковы-то увещания апостола Петра. Он, конечно, видит, что у христиан и того времени, и сейчас, конечно же, тем более, не всегда есть устойчивость в духовной жизни. Да и у самого апостола Петра тоже не всегда была эта устойчивость. Поэтому он и говорит, что нам надо все более и более стараться утвердить наше звание и избрание. Потому что духовная жизнь — это всегда движение. Точнее, я скажу так, что человек — это как эскалатор, который всегда вниз идет, понимаете, ступеньки. И если ты ничего не делаешь, то ты вместе с этим эскалатором будешь вниз вот так вот и опускаться. И чтобы подниматься вверх, нужно шагать с двойным усилием. Если ты будешь шагать просто вот, просто шагать, то ты в итоге на этом эскалаторе вниз движущемся будешь находиться на месте. А вот чтобы вверх, нужно с еще большим усилием шагать вверх. То есть не просто потерпеть что-то, да, а простить. Не просто вот не осудить кого-то, а помолиться о нем. Там двойное усилие. Не просто не участвовать в каком-то злом деле, да, а постараться сделать добро, проявить какую-то активность, и через это утверждать все более наше звание и избрание. Иначе вот этот эскалатор, он просто утянет нас вниз, в самый ад. «Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине». Вот удивительно, что апостол Петр, он никакой власти здесь не проявляет. И напрасно, конечно, католики пытаются отставить вот эту первоверховную власть апостола Петра, что он там самый главный, все, больше никого нет, он там наместник Христа и князь апостолов. Петр всегда пишет очень просто, очень искренне, как один из братьев. То есть он говорит, что вы уже это все знаете и утверждены, я просто напоминаю вам об этом. А дальше смотрите, как он смиренно пишет о самом себе. «Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храме, возбуждать вас напоминанием, знаю, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». Вот тут, конечно, чувствуется очень такая смирившаяся душа, которая видела много скорбей, жизненных невзгод, гонений. Он искренне уже служил Господу, но жизнь коротка. И он говорит, что он еще находится в этой телесной храме. Тоже удивительно, что тело называется именно храмом. Не так, как у античных философов, у которых говорилось, что тело – это гробница души. То есть гробница – нечто мрачное. Такой был антагонизм, противопоставление духа и плоти. Но нет, в христианстве все преображается, должно преображаться. И душа должна преображаться, и плоти. Соответственно, не страсти должны царствовать во плоти, а добродетели проявиться. Для того и лестница духовная. И поэтому уже телесная храмина – это храм. И апостол Петр говорит, что, чувствует, что скоро должен покинуть земной мир, скоро должен оставить вот эту телесную храмину, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Конечно, некоторые толкователи ссылаются на те слова Спасителя, которые Господь произносит Петру, что вот когда ты был юн, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то иной припояжет тебя и поведет, куда не хочешь. И тем самым предсказывая его мученическую смерть. Это да, это все так, все правильно. Но, видимо, было какое-то еще непосредственное откровение о уже скорой смерти. Потому что ведь Петр после воскресения Христова долго проповедовал, ходил по странам. И там его пытались не раз убить, в общем-то, и сажали. Да, иной уже связывал его, да, вел, куда не хотел Петр. Уже в самой Иудеи его сажали в темницу и оковы. Но ангел чудесным образом выводил его. То есть откладывалась вот эта кончина телесная. Потому что по промыслу Божию надо было ему проповедовать, и в Риме в том числе. И, видимо, сам Господь воскресший еще раз является. И Петр говорит, что вот Спаситель открыл мне, Господь наш Иисус Христос открыл мне, что я должен скоро оставить храмину мою. И он поэтому пишет, вот когда человек расстается, то в нем тоже какие-то яркие эмоции такие вот умолкают. Он никем не повелевает, никому ничего тоже не будет властно говорить. Он с любовью относится к тем, кого знает. И вот он старается просто напомнить еще раз христианам, чтобы они хранили все это евангельское свидетельство в своей памяти. А после этого еще одно очень ключевое свидетельство, которое, слава Богу, что апостол Петр в своем послании это вспоминает, «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитро сплетенным басням последуя». То есть не каким-то там мифом, апокрифом. Апокрифы уже появлялись. А как они появлялись? Ну да, слышали про Христа, записывали, или, точнее, устно пересказывали друг другу. Другой подхватывал, что-то не так услышал, уже начинает перевирать, немножко по-своему пересказывать. Третий еще что-то не так понял, не так услышал, добавил еще чего-то. И в итоге, как испорченный телефон, уже появлялись вот эти хитро сплетенные басни. Или, как вот скажем, в язычестве, вот эти мифологии, которые наполнены были всякими нелепостями. И вот Петр, он говорит, что нет, мы никогда не потому, что что-то где-то там услышали, какие-то басни, возвестили вам силу и пришествие Христа, но, быв очевидцами его величия. То есть Петр – это очевидец. Он непосредственно телесными глазами, вот как вы видите меня, ну, конечно, через теле такую запись, как вы видите своих ближних. Вот так Петр, он видел Христа в непосредственном близи, он прикасался к Спасителю, он с ним вместе ходил, трудился, слышал его непосредственно, как мы слышим родных и близких людей. И вот Петр – очевидец, это уникальный опыт. И дальше он совсем важные вещи говорит, самое важное, «Ибо Он, то есть Христос, принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы, то есть от небесной, божественной славы, принесся к Нему такой голос, такой глаз, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе». Апостол Петр вместе с апостолами Иоанном и Иаковом, сыновьями-завидеями, присутствовал на горе преображения, по традиции это гора Фавор считается, и видел, как Спаситель преобразился, как просиял Он божественным предвечным светом. Вот мы говорили, что человек становится причастником божеского естества. Прежде всего, сам Христос во Христе это явилось, ибо Христос есть Божий Сын, воплотившийся. И вот на горе просиял Его божественный свет, и Бог Отец сказал, «Сей Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение», и при этом Святой Дух в виде облака, которое осенило учеников, явил себя. И Петр слышал этот глаз, который с неба пришел, тоже уникальный опыт. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». То есть, кроме непосредственного его опыта, новозаветного опыта, есть еще свидетельство Ветхого Завета о Христе Спасителе. И христиане хорошо делают, когда тоже и ветхозаветные пророчества читают, потому что это тоже подтверждает истину Христову. И, как он говорит, «Доколе не начнет рассветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». То есть, такой духовный рассвет человеческой души, когда благодать Божия вдруг начинает сиять в твоем сердце, и ты тоже начинаешь сердечно и мысленно прозревать свет Христов, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Это апостол Петр для чего говорит? Для того, чтобы мы понимали, что не надо при чтении Священного Писания полагаться только на свою голову. Вот это трагедия протестантизма. Они захотели, так сказать, правильно понимать Священное Писание, полагались на свой рассудок, и в итоге так все перетолковали, что сам протестантизм стал дробиться на множество течений, ответвлений, сект. Этим сектам уже нет конца и края. А Писание, пророчества в Писании, их нельзя разрешить самому собою, потому что эти пророчества произносили святые люди, будучи движимы Духом Святым. И для того, чтобы понять, в обыденном смысле, конечно, нам это трудно, а святитель Игнатий Бринчанинов, он как раз, опираясь на эти слова апостола Петра, он дает принцип правильного понимания Священного Писания. И святитель Игнатий Бринчанинов говорит так, что Священное Писание – это плод Святого Духа. Кто написал Священное Писание? Это пророки и апостолы, которые были просвещены Святым Духом, и Святой Дух, он настолько через них действовал, что само Писание стало Боговдохновенным. То есть это чистая истина. Но как понять? А понять это смогли только те, кто сами стяжали Святого Духа. А кто стяжал? Это святые отцы. То есть Святой Дух, он через пророков и апостолов написал Священное Писание, а через Святых Отцов дал правильное понимание Священного Писания. И если ты хочешь правильно понять пророчество Ветхого Завета, правильно понять апостольские писания, то есть Ветхий и Новый Завет, всю Библию, то читай толкование Святых Отцов. И Священное Писание, и правильное понимание его – это дар Святого Духа. Правильное понимание Библии дается через Святых Отцов, потому что они исполнили Священное Писание в своей жизни. Они стяжали Святого Духа, и их ум просвещен Святым Духом. Вот Святитель Игнатий, он даже говорит так, вот не дерзай, не дерзай читать Священное Писание без Святых Отцов. Пусть лучше Святые Отцы приведут тебя к пониманию Писания, как вот возлюбленное чадо, чтобы ты вначале послушал, вот как правильно понимать Священное Писание через Святых Отцов и усвоил Дух Евангелия, Дух Священного Писания. Он именно через Святых Отцов раскрывается. Вот что значит, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой, мы не можем. А вот Святые Отцы, они стяжали Святого Духа, и они поняли, поэтому надо читать их толкование. Изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. То есть и пророки-апостолы, движимы Духом Святым, и Святые Отцы тоже, просвещенные Святым Духом, предлагают нам правильное толкование Священного Писания. А на этом мы заканчиваем первую главу Второго Соборного Послания Апостола Петра. И с Божьей помощью в следующий раз мы рассмотрим вторую главу. Храни вас Господь, дорогие братья и сестры. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok